Родители самые значимые и любимые для ребенка люди. Авторитет, особенно на самых ранних этапах психоэмоционального развития, непререкаем и абсолютен. Вера в непогрешимость, правоту и справедливость родителей у ребенка непоколебима. Мама сказала, папа велел и так далее. Установки возникают повседневно. Они случайны, слабы, другие принципиальны, постоянны и сильны. Формируются с раннего детства, и чем раньше они усвоены, тем сильнее их действие. Раз возникнув, установка не исчезает, и в благоприятный для нее момент жизни ребенка воздействует на его поведение и чувства. Оружием против негативной установки может стать только контрустановка, причем постоянно подкрепляемая положительными проявлениями со стороны родителей и окружающих. Например, контрустановка «ты все можешь» победит установку неумеха, ничего у тебя не получается. Но только в том случае, если ребенок будет действительно получать подтверждение своим способностям в реальной деятельности – рисование, лепка, пение и так далее. Несомненно, большая часть родительских установок положительно и способствует благоприятному развитию личного пути ребенка. А раз они помогают и не мешают, то и осознавать их необязательно. Это своеобразные инструменты психологической защиты, помогающие ребенку сохранить себя и выжить в окружающем мире. Примером исторически сложившихся и передаваемых из поколения в поколение положительных установок, охраняющих человека, являются пословицы и поговорки, сказки и басни с мудрым адаптационным смыслом, где добро побеждает зло, где важны стойкость, вера в себя и свои силы. Давайте разберем несколько наиболее часто встречающихся негативных родительских установок. Обратите внимание на те последствия, которые они могут иметь для личности ребенка. И научитесь выдвигать контур установки. Вспомните, не слышали ли вы нечто похожее от своих родителей, не стали ли некоторые из них тормозящими указателями на вашем жизненном пути. Проанализируйте, какие директивы, оценки и установки вы даете своим детям. Сделайте так, чтобы негативных было очень мало. Научитесь трансформировать их в позитивные, развивающие в ребенке веру в себя, богатство и яркость эмоционального мира. Сказав так, горе ты мое, последствия, чувство вины, низкая самооценка, враждебное отношение к окружающим, отчуждение, конфликты с родителями. Вовремя исправьтесь, счастье ты мое, радость ты моя. Вот дурашка, все готов раздать. Последствия, низкая самооценка, жадность, накопительство, трудности в общении со сверстниками, эгоизм. Исправьтесь, молодец, что делишься с другими. Нельзя ничего самому делать, спрашивая разрешение у старших. Последствия, робость, страх и неуверенность в себе, безинициативность, боя старших. Исправьтесь, смелее ты все можешь сам. Всегда ты не вовремя, подожди. Последствия, отчужденность, скрытость, излишняя самостоятельность, ощущение беззащитности, ненужности, уход в себя. Исправьтесь, давай я тебе помогу. Никого не бойся, никому не уступай, всем давай сдачу. Последствия, отсутствие самоконтроля, агрессивность, отсутствие поведенческой гибкости, сложности в общении, проблемы со сверстниками, ощущение в недозволенности. Исправьтесь, держи себя в руках, уважай людей. Естественно, список установок может быть значительно больше. Составьте свой собственный и попытайтесь найти контрустановки. Это очень полезное занятие, ведь сказанное, казалось бы, ни в значае, ни со зла, может всплыть в будущем и отрицательно повлиять на психоэмоциональное благополучие ребенка, его поведение, а не редко и на его жизненный сценарий. Чувства вины и стыда ни в коей мере не помогут ребенку стать здоровым и счастливым. Не стоит делать его жизненнелой. Иногда ребенку вовсе не нужна оценка его поведения и поступков. Его просто надо успокоить. Сам ребенок – не беспомощная соломинка на ветру, не робкая травинка на асфальте, которая боится, что на нее наступят. Дети от природы наделены огромным запасом инстинктов, чувств и форм поведения, которые помогут быть активными, энергичными и жизнестойкими. Многие в процессе воспитания детей зависят не только от опыта и знания родителей, но от их умения чувствовать и догадываться.